Приветствую вас, и здесь есть два момента, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент заключается в том, насколько у вас четко сформирована цель, сформулирована цель того, что вы хотите изменить свое мышление, да? То есть, насколько вы замотивированы это делать, насколько вы понимаете, зачем вам это делать, насколько вы понимаете смысл того, что вы делаете. В таком случае, те вещи, которые будет давать вам психолог, да, они будут, в общем-то, ложиться на благоприятную почву, и, соответственно, будет все происходить достаточно быстро. Настолько, насколько это возможно, учитывая вашу склонность к сопротивлению, это второй момент, да, потому что какие-то вещи будут касаться ваших установок, каких-то базовых ориентиров, на которые вы опираетесь, и, соответственно, которые, ну, в общем-то, не так-то легко позволят себя отдалить, да, вот, потому что вам будет не очень приятно, и не очень легко начинать мыслить по-другому, в частности, в тех моментах, которые вы для себя воспринимаете как абсолютно истинными. Вот. То есть, основных моментов два. Это заинтересованность, мотивация и склонность к сопротивлению. Существует еще момент такой, что вы не совсем верно представляете себе ответственность, да? То есть, не психолог будет менять ваше мышление, а вы сам, с помощью психолога, будете менять свое мышление. И, поскольку мышление – это определенный процесс, но это процесс и навык опирается на навык, процесс, то, как любому навыку, навыку мыслить по-другому, нужно учиться. То есть, все зависит от того, насколько быстро вы обучаетесь, насколько быстро вы осваиваете новое. Вот. Для чего, собственно, и нужно нам одеваться, для чего, собственно, и нужно понимать смысл того, что вы делаете. Вот. Из этих двух основных и одного дополнительного фактора и выстраивается ответ на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!